друзья всем огромный привет я приготовил евровые монетки потому что мы приехали на автомойку ручную мы решили что нам надо срочно помыть нашу машину потому что она уже такая грязная вот узнавали сколько цена автомойки стандартной не ручной вы туда приезжаешь обслуживают и где-то цены начинаются от 15 евро плюс-минус ну и выше соответственно а мы нашли рядом с нашим домом автомойку где можно вот такой вот аппарат закинуть 1 евро и будет подаваться вода с шампунем а потом закинуть еще один евро и будет подаваться обычная вода на смывание и это можно повторять бесконечное количество раз в общем глеб тут готовится уже мы взяли с собой ведро тряпом взяли с собой на всякий случай еще 5 литров воды если вдруг нам не хватит чего-то и либо там протереть дверь и так далее поэтому будем сейчас мыть машину и экспериментировать вот такой вот ручной автомойкой я кстати не разные таких автомойках не было даже в минске все время почему-то либо сама мыла машину на даче из шланга плюс не папа помогал это дело все дела мыть а либо уже ездила на автомойку где это оказывалось как услуга как сервис здесь к сожалению на улице просто так с ведром машину не помоешь за это могут влепить огромнейшие штрафы поэтому вариант 2 либо вести куда-то на сервис либо пользоваться такими автомойками все сейчас попробуем мы взяли с собой 5 евро в их монетах во сколько уложимся не знаю сейчас будем экспериментировать да монетки у меня у нас тут есть ведром уже заготовили шампунем отдельно мы купили все необходимое и вот у нас машина я думаю что тут видно какая она грезная доездились до вот такого состояния у нас были дожди поэтому уже даже самим неприятно ездить поэтому сейчас будем отмывать и и ну что глеб начинаем как какую программу включать первое второе так а куда машину сюда до вкидывается а а все надо поднять так и двое монеточку и 1 до а whoоо puisque а а а а – и Субтитры создавал DimaTorzok Первое евро подошло к концу, закончилась вода с шампунем и Глеб принялся машину мыть нашим шампунем, который мы с собой взяли, плюс мы набрали с собой воды, чтобы все это качественно оттереть. Но, как видите, мне не доверяют мыть машину. Меня взяли как группу поддержки, поэтому посмотрим. Глеб обещает, что я хотя бы буду ее участвовать, буду вытирать ее насухо. Вот так вот, в общем. Глеб там старается, с шампунькой свою крошку моет. Вообще мы очень ответственно подошли к мойке машины, закупились всякими шампунями, такими губками. Я думаю, что они все тут приезжают, такие подготовленные. Сейчас помоем ее. Вот когда мы нашли, вот скол краски, прям до железа, видно, там какой-то уже камушек прилетел. Надо будет какую-то краску купить, замазать. А, ну вот Глеб, кстати, подсказывает, что мы думали пленкой обклеить машину. Но дороговато эта услуга стоит, и мы решили, что не будем этого делать. А если бы решились, то такой бы проблемы сейчас не было. Поцарапалась бы, наверное, там пленка, а корпус бы остался цел. Мне все-таки доверили помыть диски. Ну что ж. Колпаки. А? Это колпаки. А, колпаки. Ну ладно, колпаки. Там внутренность их. Вот тут во внутренностях. Внутрь залавить? Конечно. Не в самый внутренностях, но колпак, чтобы был весь. Так я колпак мою хорошо, я внутри тоже его помню. Так я, ну ладно. так у нас машина уже помылась с шампунем я беру 2 евро и идем закидывать так глеб требует программу номер 3 ну что ж кидаем монетку номер 3 поехали смывается смотрите с каким красивым видом мы сегодня моем у нас там впереди море моречка вот так вот живешь уже и не замечаешь этих всех моментов хотя вот так вот сфокусировался там далеке парусные яхты катера плавают да здорово так закончился 2 евро ну что глеб тебе хватило больше не будем так ну все давайте попробуем проверить хорошо так на что по сравнению с тем что было конечно машина стала беленькой 2 евро мы помыли машину я результатом более чем довольно сейчас мы немножко переедем на парковочку вытрем ее насухо и все будет готов наш автомобиль мы припарковались с машиной на украинских номерах и какую бы мы машину здесь не встречали у всех тонированные окна у нас беларуси тонировка запрещена была и для нас то прям вот необычно очень смотрится в испании тоже тонировка не разрешается хлеб может я протру машина так ты же обещал потом точно не надо помочь ладно пойдемте я вам тогда пока я покажу стоимость бензина у нас тут рядышком есть еще заправка ну что вот смотрите 95 98 дизель есть цена уже далеко за 2 евро вот здесь наши автомойки а вот там мы припарковались чтобы ее подсушить вообще цена на бензин очень дорогая и в новостях говорят о том что цена за литр в этом году может достичь трех евро мне все-таки доверили вытереть проемы поэтому я уже свою задачу выполнила и в принципе муж заканчиваем так что отправимся сейчас домой и нам надо сегодня на рынок наверное на овощной съездить сегодня воскресенье и рядышком соседнем городе велосардомар работает сейчас и воскресный рынок на котором можно купить какие-то фермерские овощи так можно рынке арбуз 70 цен 79 центов за килограмм 2 килограмма персиков 4 евро сейчас посмотрим помидорки так черешня конечно красивая очень но не видно ценник на рынке какие-то цены если честно намного дороже чем в магазине я вот первый раз вижу обычно здесь на рынке подешевле были и помидоры и всякие фрукты а черешни здесь по 7 евро по 6 мы сейчас в нашем лотке берем за 299 и кстати сегодня на рынке очень мало людей сейчас пол 11 утра может быть из-за того что очень жарко сейчас где-то около 30 градусов не то чтобы прохладно нет абсолютно никакого ветра но мы себе ничего не нашли представляете не подобрали мы себе овощи фрукты потому что слишком дорого в нашей овощной лавке все прям гораздо дешевле помидоры которые мы берем здесь стоит три с половиной евро килограмм а в нашем китайском магазине во фруктере они за евро 99 нет лучшей мотивации на уборку чем планирование гостей глеб раскрутил всю эту штуку и наконец-то почистил последний раз наверно полгода назад здесь чистили наш сток он забился прям листьями пока глеб занимается порядком на нижней террасе я тут немножко накашеварила приготовила нам завтра чизкейк сейчас поставлю в холодильник остывать рецепт этого чизкейка есть на канале он очень вкусно обязательно попробуйте его приготовить но сегодня у нас вообще такой день мы все время что-то моем мы начали мыть машину потом приехали домой после рынка мыли все подряд все что есть в доме сейчас занялись террасами мы закончим нижнюю поднимемся наверх по моему верхнюю террасу помимо солнечные панели вот такой вот сегодня день даже не знала что снимать потому что все время в уборке это может не совсем интересно но напишите в комментариях как вам вообще такого формата видео они у меня вроде не сильно часто надеюсь что чистить с такими видео не сильно буду а еще на сегодня кстати вечером ждет прямой эфир так что я бегом сейчас на террасу быстро там все почищу потому что уже совсем скоро мы с вами встретимся поболтаем о том о сём так что до встречи в эфире с кем не встречусь тогда уже до следующего раза на сегодня все ребята всем спасибо что посмотрели поставьте лайк не забудьте проверить подписаны ли вы на мой канал нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео на сегодня всем все обнимашки и пока пока